Приветствую вас, ребятишки, и добро пожаловать в игру Sims 4, и мы с вами вернулись в нашу псих-лечебницу, как вы видите. Так, ну что, в прошлой серии мы с вами завершили наконец-то первую часть челленджа, нам осталось еще, скажем так, две трети, и наша Айрис решила стать ракетостроителем. Знаете, она, наверное, настоящий псих, то есть сначала она у нас картины рисует, а потом решила, а чего это мне только картины рисовать, я пойду лучше ракеты строить. В общем, пока она у нас пойдет сейчас спать, у нас, кстати, была свободная кровать, нам нужно с вами придумать, что мы должны удалить из наших хобби, так как это у нас будет новое хобби, нам нужно будет удалить один из предметов. Значит, у нас есть баскетбольное кольцо, у нас есть стенд для караоке, у нас есть шахматная доска, есть мольберт, так, и что-то у нас там еще... А, и гитара. Знаете, я вот так подумала, давайте-ка, наверное, удалим... Ну, гитару, на гитаре вообще никто у нас как-то не хочет играть. Я вам сразу хочу сказать, что караоке я удалять установку не хочу, потому что у нас все любят петь, а мы любим с вами послушать, как они у нас поют. Так, значит, поэтому я думаю, что давайте сейчас мы с вами удалим гитару. Так, сколько у нас, кстати, с вами есть денежек? Как вы понимаете, учитывая, что мы сейчас даже с вами удалили нашу гитару, мы имеем право использовать код, чтобы купить тот или иной предмет для изучения, потому что, как бы, он не считается нашим затратным, он у нас считается сугубо игровым. Поэтому давайте посмотрим, сколько же у нас... У нас сейчас есть 26 051 символион. Сколько стоит наша установка для ракетостроения? Где-то у нас... Это что у нас такое? А, это игровые коврики для танцев? Нет, мы сейчас танцевать с вами не будем, мы будем с вами строить. Так, ну и где же у нас эти ракеты наши? Так, память меня иногда, конечно же, подводит. А вот и наша ракета, друзья мои. Вот она у нас здесь находилась, в самом верху, но, как видите, она у нас занимает огромную площадь, поэтому сейчас нам нужно будет с вами немножечко расширить наш участок. Так, это мы с вами уберем. Давайте-ка, наверное, караоке они у нас будут исполнять. Давайте здесь где-нибудь разместим нашу установку для караоке. Пусть где-нибудь тут будут петь. Может быть, нам с вами где-нибудь вот тут шкаф поставить. Хотя нет, шкаф здесь как раз отлично вписывался. Мы можем с вами переставить вот так сделать. Здесь поставим мольберт. Так, мольберт, давай вот здесь пока что. Также мы переставим наш столик. А вот здесь они смогут... А почему вы не сможете? Ага, стоп. Вот так, да? Ты только так хочешь ставить. Ну ладно, пусть так у нас станет наша установка. Будет кто-нибудь у нас будет петь прямо перед носом. А, здесь нам картина мешает. Да что ж такое-то? У нас какая-то непроха с вами сегодня. Давайте тогда вот здесь столик поставим. В принципе, тогда вот сюда мы перемещаем шкаф. И вот тут у нас становится мольберт. А что нам здесь мешает, в принципе? У нас тут, получается, одна из картин тут мешает. Давайте тогда, может быть, вот так поставим. Все, все, ребят, видите, у нас все отлично стало. Даже не так, а... Ага, так нам здесь, понятное дело, что ничего не станет. Хорошо. Хорошо, что здесь ничего не становится. Тогда мы должны сейчас вот эту зону расширить. Мы даже с вами можем сейчас не использовать симолеоны. Кстати, нам нужно с вами ввести сейчас код. Чтобы мы смогли все здесь разместить. Так. По-моему, я еще и капсом его ввела. Так, чтобы нам здесь ничего не мешало, значит, нам нужно вот эту нашу зону, нашу площадку расширить. Тогда мы делаем... Оп. И мы тебя переносим вот сюда. Но нам не хватает здесь еще одного кусочка, как видите, потому что наши психи могут сбежать. Ну, мало ли. Они, конечно, не сбегут, но кто их знает. Учитывая, что у нас выходная дверь открытая, то... Они могут, конечно же, решить, что она у нас открыта просто так и попробовать сбежать через вот этот проход. Так, вот так у нас тут все заросшее такое. Теперь давайте перейдем обратно к нашей ракете. Здесь она у нас может встать. А вот тут теперь вопрос получается. Вот здесь, смотрите. Мы ее поставили, вроде бы нормально, да? Так. Я бы еще, знаете, сюда, наверное, перенесла. Давайте на одну переместим наш забор. На одно деление, чтобы точно, допустим, если Айрис будет где-нибудь здесь лазить, то ей ничего не будет мешать. Так, вот здесь вот этот кустик разместим, вот этот кустик тут поставим. Так. Это сюда, это сюда. Чтобы у нас все было по красоте. Как видите, мы даже использовали часть тех денег, которые смогли заработать, рисуя наши картины. Так. Так, берем, перемещаем вот эту часть, отдаляемся и хоп. Чего ты не хочешь? А, отдалился. Слава богу, я уже испугалась, что у нас место закончилось на нашем участке. Это мы продвинули. Здесь мы все дырки с вами должны залатать. Готово. И перемещаем. Во! Смотрите, вроде бы отлично вписалась наша тут площадочка. Поэтому возвращаемся в режим жизни. Надеюсь, кроме нас никто не захочет здесь ракеты строить. Строить тысячу симолеонов? Ничего себе! А что у них ракеты такие дешевые? Я боюсь представить, что она построит за ракету за тысячу симолеонов. Так, ну что, нам сейчас нужно с вами выспаться. Но, тем не менее, мы можем посмотреть, чем занимаются другие психи. Так, одна барышня у нас все так и продолжает нашей Джули играть в баскетбол. Один спит. Это у нас... Хе-хе-хе. Слушайте, а что они все угорают? Вы что, что-то смешное смотрите по телевизору? Меня пугает твой смех. Так. Квина принимает у нас душ. Это тоже смотрит телевизор. Он, по-моему, засмущался, наш этот Лил Смог, увидев Квину Харл в этом самом ванной комнате. Так, эти у нас ходят, ходят. Смущенные, да? Смотрите, они стоят. То есть, они даже сесть не захотели, посидеть на диванчике, посмотреть, как нормальные люди. Ладно, ничего, бывает. Мы с вами не будем расстраиваться. О, Квина решила пойти поспать. Ну, ложись. Что, не, не хочешь спать? А что она... Куда она отправилась-то? Подождите, она подошла, легла поспать и решила пойти посмотреть этот самый телевизор. Нет, ну, прекрасно, очень логичные такие действия. Им нравится этот бейсбол? Ох, издевательство какое-то. Так, что нам нужно будет с вами сделать на первом нашем этапе? Давайте посмотрим. Значит, мы с вами должны читать три книги. Закончить книжные полки можно приобрести в режиме, а новые книги можно приобрести непосредственно через книжную полку. Купить книги. Достичь трех уровней... Третьего уровня в навыке логики. Слушайте, а мы же книги... Ну, давайте, мы, наверное, имеем же право прикупить три книжки по нашему ракетостроению, потому что в противном случае мы просто не сможем выполнить данный челлендж. Поэтому, учитывая, что деньги мы с вами не накручиваем, то есть это наши деньги, честно заработанные за рисование картин, то, я думаю... Прихоть? Ого! Выполнить 100 прихотей любых персонажей? Ничего себе! Так. Я смотрю, там кто-то у нас романтичный. Кто, интересно, куда собрался? Так. Ты в туалет, ты в ванную комнату. Чё-то не нравится нашему Энрике Квина. И у нас вампир воняет. Так. Ну, они у нас пока что общаются. Я вижу, что... Эм... Айрис скоро понадобится в туалет. Я смотрю, что мы им поставили телевизор, и всё. Они, наверное, разрываются. Где им сейчас проводить время? Идти играть в баскетбол или смотреть баскетбол по телевизору? Так. Мы всё ещё спим. Нам с сообщением надо будет что-то сделать. Я вижу, что... Эмрис очень скоро понадобится в туалет. Так. Всё. Пока, табличка. Какой же у него... Ой, это Лила Смока. Какой же смешный голос. А Энрике такой злобный. Прям капец какой-то. Да, конечно, нехватка кровати, ребят. Это полный напряг. Потому что, как вы видите, все выспаться не могут. Они у нас все нервные, раздражённые ходят. Ну, ребятки, такой вот челлендж у нас. Я читала, действительно, на форумах пишут, что это один из самых сложных форумов. Ой, форумов, господи. Ты чё? А, ты вонючка? Да, мы все знаем, что вонючка. Квина, Харла и Энрике оба ввязываются в свою первую драку, ребят. У нас очередная драка психов. На кого вы ставите? Мне чё-то кажется, что Квина может навалять Энрике. Учитывая, что он у нас такой гламурный мальчик. Мы можем с вами войти в их драку? Нет, не можем. К сожалению, я тут думала, может загля... Энрике навалял Квине? Да ладно. Энрике и Квина ненавидят друг друга. Ребят, у нас тут, по-моему, одни враги теперь появились. Этот такой вот горд прошёл. Вы поругались из-за того, какую передачу смотреть, что ли? Они реально друг друга ненавидят, вы посмотрите. Так. Ариц, давай высыпайся, потому что срочно нужно будет тебе в туалет, я так понимаю. У нас который час вообще? Десять вечера. Весь ночи как раз прекрасное время, чтобы построить какую-нибудь ракету. Надеюсь, что... Так, ты пошёл в баскетбол. Говорит, никто не трогайте мою ракетную зону. Моя ракета. Чё, не все решили сюда прийти, посмотреть, как я сплю? А больше мест нет для сна? Так. Чё-то никто не хочет с нами спать. Ну и ладно. Нам нужно срочно в туалет. Давайте-ка тогда использовать. Потом пойдём с вами покушаем. Приготовить. Давайте для всех приготовим. Мы же не жадины. Давайте для всех приготовим... Суп из моллюсков. Вот это прикольно. Давайте для всех приготовим суп из моллюсков. Так, Ариц, идём. Нужно тебе срочно сходить в туалет. Так, заходи. Блин. Суп из моллюсков. А не жирно ли им будет суп из моллюсков? Хотя, чего страшного. Так, давай бегом готовь. Ты кого там порезала? Моллюска, что ли? А это лучок. Бегом давай. О-оу. О-оу, ребята. У нас тут произошла эта... Неприятность маленькая. Лилу Смоку, как обычно, кто-то звонит. Нам нужно срочно будет сейчас душ. Боже, они опять сломали туалет. Ребят, ну это издевательство. Так. Возьми, съешь сейчас порцию. Так. Съешь. Порцию. Надеюсь, у тебя нет аллергии на моллюсков. Так. Сейчас хоть, может, с кем-нибудь пообщаешься. Перекусим с вами. Не, что-то как-то сообщение у нас не сложилось. Давай-ка ты прими на настраивающие на размышления. Так. Натопталась. Слушайте, никто не хочет наш супчик кушать. Ну ладно. Я поставлю его пока в холодильник. Давай быстренько сейчас примем. У нас достижение какое-то. За что нам дали? Играть в Симс в течение пяти часов. Подождите, это обман. Я только села играть в Симов. Давайте мы подождем, кто-нибудь уберет за нас эту лужицу. Никто же не против, да? Так, нужно сейчас будет починить туалет. Ай, кто же еще, как не мы, можем починить его? Может, вампир за нас вот уберет? Да не хнычь, ну с кем не бывает. Психи тут и не такое устраивали. Так, давай. Ты такая смущенная, хотя уже все забыли и пошли спать. Не парься, пожалуйста. Три детали для улучшения. Ну давай ты пообщайся с этим, похвали его на ряд. Нет, давай мы узнаем его получше. Пообщайся с вампиром и с каким-то странным психом. Так, отлично. Давай узнаем, как твой день прошел. Поднимем тебе настроение. Куда ты ушел? Вредина. Ладно, давайте тогда будем строить ракету. Правда, одна тысяча семиллионов, мне кажется, для ракеты дороговато, но в нашей ситуации. О, пошла жара. Хотя, подождите, нам же не ракету сейчас нужно строить. А нам сейчас нужно прочитать три книги. Но какие книги, непонятно. Я так понимаю, что по ракетостроению, что ли? Закончить читать три книги. Жадные игры, первый единорог. Хорошо, давай попробуем прочитать первого единорога. Будет ли он у нас считаться или нет? Мы с вами начали одну ракету, но, как вы понимаете, на первом этапе нам вообще ее теоретически трогать не нужно. Слушайте, откуда Квинта вернулась? Ну, это не то, что нам нужно. Удовлетворение, Айрис. Это не та книжка. Давай, наверное, мы сейчас все-таки с тобой прикупим что-нибудь по ракетостроению. Достичь третьего уровня. Достигнем, не переживайте. Давайте-ка, наверное, купим книжку. Да, нам нужно ракетостроение. Получается, какой? Том первый, наверное, да? Показать все. А нам нужны мод с навыки. Я же думаю, у нас есть что-нибудь по ракетостроению или по логике. Давайте купим том логики. Несколько томов у нас как раз есть денежка. Механика и, наверное, ракетостроение. Вот, смотрите, три томика. Нам, наверное, три томика как раз и нужно было их прочитать. Окей, прикупили. Так, открыть. Где наше ракетостроение? Логика. Ракетостроение том третий, том первый. Давай, садись читать. Хватит тебе про единорогов расслабляться. Давай, я надеюсь, что у тебя получится же сейчас взять книжечку, да? Только надеюсь, что этот Джон Флик сейчас не заберет книжечку. Нет, не забрал. Отлично. Будем сейчас с вами изучать ракет... А что произошло-то? Стоп, 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 стоп. Где книга? Ребят, а кто книгу у нас забрал? Джон Флик, что ли? Ребят, это нечестно. Ракетостроение. Это второй том. Это у нас первый, да? Я хочу почитать книжку. Джон, не будь пипкой. Дай мне почитать, пожалуйста. О, она расстроенная. Я понимаю, что ты расстроена, что тебе пообщаться хочется. Так, внимательная. Слушай, а может быть тебе сейчас... Давайте повысим немножко свой навык. Почта доставлена? Боже, я боюсь представить, сколько же нам сейчас заплатить. Две шестьсот сорок. Ну ладно, что делать-то? Молодец, заплатила. Я хочу сесть с нашим вампиром по... Поиграть я хотела. Ну да. Ну не грусти, пожалуйста. Присоединись лучше к игре сейчас. Блин. Давайте сейчас прогоним один навык. Не ругайся ты. Может кто-нибудь с нами поиграет? О, так, давай-ка поиграть с... Я бы хотела с нашим Энрике поиграть. У нас с ним неплохие отношения. Иди поиграй, он может быть с тобой пообщается даже. Так, мы правильно читаем, да? Да, одну книгу мы с вами прочитали. Вот нам как раз... Как раз... Ребята? Че-че-че там происходит? Кого-то, по-моему, ударило током, не? Слушайте, а че это было-то? Ты там втыкаешь? Ой-ой-ой, не переключаемся. Ты плаваешь. Вы общаетесь. Не показалось ли, кого-то током ударил, не? Холодильник опять, что ли, сломали? Нет, вроде все в норме. Мне это не нравится. А ну признавайтесь, кто тут у нас напакостничал. Телевизор сломали, блин! 960? Да вы что, издеваетесь? Не? Мы чинись будем, а че нам еще делать? Так, давай-ка в туалет. Мы еще так и не доизучали логику. Ты не хочешь ходить в туалет, а не это самое, флиртовать там с вампирами? Так, бегом, Арис. Интересно, как вы думаете, хоть один суп с моллюсками еще остался в наличии? Так, открыть. Еще есть, да? Осталось еще две штучки. Возьми порцию, пожалуйста. Так. Чего ты опять смущенное? Что случилось? Кого-то там увидела невозможность тереть из памяти. Так. Ну, покушай. Я думаю, что тебе должна понравиться твоя стряпня. Ты уже хочешь спать. Нарноват как-то еще спать ложиться. Всего лишь 2 часа дня. Так, давай играть. Давайте мы сейчас с вами поиграем. А потом, как вам не стыдно? Сначала надо попросить разрешения, потом уже прикладываться к шее. О-о-о. О-о-о, ребята, там кто-то кого-то укусил. А-а-а, вампир из нашей Квины тут сосет кровь. Ах, вот. Да, да, укусил. Я думала, что, может быть, у него не получилось. Так, все, пообщались? Давай, бегом. Пройдем как раз сейчас. Не, я думаю, мы логику сейчас можем с вами повысить до этого, до третьего уровня. Но нет, к сожалению. Получен навык ракетстро... Эван тут строит мою ракету? Эван? Подождите, а где он, наш вампир? Он книжку мою взял почитать? Подождите, то есть мы будем с вампиром строить ракеты? Не, ну чудесно. Сейчас еще, я надеюсь, что на это наша Джульет не захочет... Не, она у нас просто... Кто бы сомневался, что вот эта наша силиконовая подруга захочет строить ракеты. Так, мы повысили, да? Мы с вами смогли повысить, но нам хочется спать. Давай пойдем поспим. Как раз двуспальная кровать пока не занята. Бегом давай, бегом, Айрис. Пока никто не занял. Хотя там полным-полно свободных кроваток было. Но, тем не менее, надеемся, что она сможет выспаться. А пока Айрис отдыхает, я думаю, что мы с вами можем заглянуть к другим нашим психам, которые, по-моему, спать особо не собираются. Ой, смотрите, какая довольная идет. Идешь сжирать моих моллюсков, небось? Или нет? Все, моллюски закончились, походу. Там было две порции, одну я топтанула. Да, пошла готовить. Ха-ха. Я не дождалась. Не досталась. Походу, либо ты ешь мои моллюски, либо ты кушаешь моих моллюсков. Вот я пока не определила. Так, топчите свои салатики. И ты, слушай, а тебе как бы бутерброд, это... Не многовато ли таких еще бутиков тебе топтать? Так, что у нас дальше? Энрике. Не хочешь еще с Квинной подраться? Что это, блядь, за отброс? Вы видели? Че его отбросил? Он же шел. Нормально. Че, решил тут поставить? Ты, Катя. Че это за глюки такие у нас странные? Заметили? Ладно. Сделаем вид, что все в порядке. А, телека нет, ребята. Точно. Я думаю, че тут все у нас такие стали разговорчивые? Телека же нет. Так, а ты что делаешь? А че за книга? Логика? Слушайте, меня Энрике начинает приятно... А, это не Энрике, это наш вампир. То есть, наш вампир решил стать действительно каким-нибудь гением. Там, я не знаю. Компьютерным, что ли. Джон решил просто расправить свои крылышки и уснуть на диванчике. Это же просто прелестно. Так, эти у нас играют почему-то спина к спине в баскетбол. Нашу ракету, слава богу, пока никто не трогает. Блин, я хочу продолжить строительство ракеты. Квина все играет и играет. Ну, играй. Играй, деточка. Эван. Эван читает. Че, нравится про логику читать? Так ты лучше пошел бы со мной в шахматы поиграл. Эти общаются. Так. Квина, я смотрю, она решила пойти играть в баскетбол. Почему-то с моей ракетой. Наверное, она хочет еще Энрике... Попу... того. А че это ты проснулась-то? А че ты проснулась? Спи дальше-то. Джон должен приступить к работе скоро. Это мы и так знаем. А ты какая-то раздраженная бабенок. Ты с ней подраться не хочешь, не? А, я смотрю, что они уже отношения налаживают, скажем так. Так, ты дрыхнешь. Ты у нас... Что ты у нас читать решила? Тоже ракетстроение? А, логика. Я смотрю, что тут многим логика понравилась. То есть только мы купили с вами книги, все. Они начали эти книги таскать и читать. Так, Джон отправляется на работу. Энрике тоже решил пойти потренироваться, ребят. То есть теперь... Я даже не знаю, кто кого. Квина его... Устроит или наоборот. Так, ты топчешь. Ну, топчи. Сумасшедший ты наш рыжий мальчик. Сумасшедший рыжий мальчик. Так забавно звучит, знаете. Ножницы там у нас лежали. Как-то вам не кажется, что у нас тут тускленько немного? Так, а что у нас тут есть? Включить эмоционально. Давайте включим эмоциональную атмосферу. Выключить автоматически. Включить. Так, у нас так включено. Выбрать цвет и интенсивность. Может, у нас интенсивность какая-то низкая, нет? Да нет, нормальная. Ладно. Что там у нас, Ларис? Просыпаться не собираешься, у нас ракета ждет. Ай, бумажный пакет. Все пытаются заключить сделки в этом парке. Нет, пройти мимо. Я помню, что мы с вами мимо проходили. Хотя можно хоть раз взять и забрать этот пакет. Так, на железнодорожном вокзале найтись. Ага, попробовать украснее. Давайте не будем. Я помню тоже, что тут лучше не воровать у наших актрис. Хотя, смотрите, мы уже это с вами пробовали. Можем попробовать взять что-нибудь, сделать наоборот. Но, если уволят наших работающих товарищей, то, ребят, мы их восстановить уже не сможем. Тебе нужно в туалет? Клава богу, радуемся, что у нас этот самый работает. Что туалет у нас в рабочем состоянии. Так, я думаю, что нам нужно свет сделать в автоматическом режиме. А то как-то у нас автоматический режим, все источники света. То у нас все везде светится? Так. Джульет, это не для... Или как там тебя зовут? Как тебя там, кстати, зовут? А, Джульет. Джульет, это не для тебя комната. Ты иди, спи в маленькой. Я смотрю, что все хотят сюда лечь спать, но фигушки. Так. Эти общаются. Эти у нас общаются. Ну, прекрасно, у нас Лил Смог подружится с вампиром. Почему бы и нет? Прекрасный друг вампир. Вампир, по-моему, у нас тоже хочет стать каким-нибудь накачанным-перекачанным товарищем. Так, ну что, все дрыхнут. Джон у нас, правда, втыкает, ходит. Нет, Джон у нас тоже пошел спать. Слушайте, у нас, получается, все места заняты, да? Ха-ха, вампиру спать негде, ребята. Вампир, наверное, сейчас наш ляжет поспать в ванной комнате, например. Я думаю, что мы, правда, можем уже просыпаться. Пойти сейчас перекусить. Эдик, наверное, перекуси. Причем я бы хотела быстро перекусить, например, овсянкой. Насколько я помню, овсянка очень даже неплохо повышает наши показатели. Так. Довольно-таки сытная штуковина. Ковина возвращается домой, 91 семиллион. Блин, я хотела в этот самый, в туалет попасть. Так. Оп. Готово. Ну что, мы можем с вами приступить к... А, нам ракетостроения сейчас не надо. Нам нужно закончить читать три книги. Блин, все время у меня рука тянется к ракете. Так, значит, нам нужно... Том первым мы прочитали, давайте том второй. Руки помыла, молодец. А где ты сядешь? А что у тебя здесь комфорта? У тебя же все в порядке. Грязно. Я знаю, что грязно. Ну, хоть кто-то же может у нас тут взять это все поубирать? Или мы все должны делать? На нас и так, и починка, и ремонт, и еще какие-то ништяки. Так, ну что, как считается-то? Что, шея болит? Зато, смотрите, наш хозяйственный вампир все тут решил поубирать. Мне интересно, в чем проблема нашей Квины и этого самого Энрики. Почему они поругались? О, даже, смотрите, наш этот... Лил Смок решил пойти поиграть. Ну, играя. Знаете, у него такой ник, как будто бы... Такое ощущение, что он какой-то рэпер, что ли. Ты все уже... А, нет, еще не дочитала. Так ты, по-моему, уже все закончила, да? Давайте посмотрим. Нет, пока только одну прочитала. Хотя странно, наши показатели как-то... Ну? Читаешь? Почему у тебя не меняется вот эта самая... Пимпочка у тебя не появляется? Мозговитый чувак. Мозговитый чудак. Так, есть. Две книжки мы с вами прочитали. Нам осталась последняя. Открыть. И нам нужна третье ракетостроение. Читать книгу. Общения тебе, да, не хватает? Да и с гигиеной у тебя не очень хорошо. Так, в халатике. У тебя очень няшно такой мятный халатик. А что такое? Это он с нами попытался пофлиртовать, да? Ну не забирай же мою книгу. Придурок. Чё такое? Сломали холодильник, ребят. Давайте-ка сейчас я хоть сохранюсь перед тем, как его чинить. А то, вы знаете, у нас бывают глюки. Надеюсь, мы сейчас с вами не умрём. Так, чинить, нанять. Мастер нет, конечно, чинить. Может, ты подвинешься? Как я починить тут смогу? Блин. О, отошёл. Отошёл. Всё, чини. Почини, пожалуйста, холодильник. Блин, нет, ну нормально эта корова подошла. Потому что она реально корову взяла тут и всё нам перекрыла. А, мне надо здесь всё починить, идиоты. Хватит общаться. Всё, наконец-то. Наконец-то нам дали возможность добраться до холодильника. Нас же не шарахнет током. Всё? Отлично. Теперь мы можем с вами быстро перекусить овсянкой. Так, что же они тут сделали такого? Я не могу представить, чем занялись тут психи, что они сломали наш холодильник. Так, нам бы ещё в туалет сходить. А нет, в туалет нам не нужно. Нам... Боже, они ещё это починить надо. Нам ещё и ванну нужно починить. Ребята, это издевательство какое-то. Так, всё, сами убирайте тарелки. Я иду чинить ванную. Вы её сломали, а кому чинить, как не мне? Так, давай, Айрис. Ты всё сможешь сделать, я в тебя верю. Жуткий дискомфорт, а почему у тебя... А, я думала, что у нас дискомфортный разговор. Ещё и эта дура припёрлась, ну? И эта сломана. Ты грязный какой-то. Прости, чувак, но мне надо принять будет освежающий душ. Поэтому, знаете, вы со своей едой проваливаете куда-нибудь куда подальше. Я хочу принять душ. С Джулией это у нас, конечно, не самое лучшее отношение, я смотрю. Так, давай. Ты у нас чё, кокетливая, игривая такая у нас? Ты спишь, это хорошо. Она у нас играет. Так. Энрике, посмотрите, какой он грязный. Или ты его током ударил? У меня такое ощущение, что его реально током припекло. Грустный такой, посмотрите. Ты чего? Чё с тобой происходит? Ты совсем псих? По-моему, ты совсем ударен на голову. Так, всё, душ приняла. Ну что, идём дальше с тобой книжки читать. Так, открыт. Телевизор я починю, я видела. Значит, здесь у нас нет ракетстроения. Сюда он, по-моему, унёс, да? И тут у нас, подождите, а где ракетстроения-то? Стоп. Здесь оно, может, валяется? Том-3. О, это то, что нам нужно. Давай, Айрис. Прочитаем, и хотя бы сегодня мы с вами уже закончим. Проваливай, она сказала, небось ему. У нас по показателям всё отлично. Я хочу же ракету построить. Очень хочу построить ракету. Так. Эд хочет спать, я смотрю. Джулет. Джулет пришла с этой самой... С тарелкой решила, наверное, спать, Лич. Но нет, прости. Нельзя спать с тарелками. Так, Энрик, я смотрю, ему нравится возле нас проводить время. Я так и знала, что мы ему понравимся. Так. Джон что-то тоже спать не особо хочет. Точнее, как... Спать-то он хочет, но... Что происходит, ребята? Он наркоман? По-моему, он совсем ударенный. Ребята, а что это за звук? Это что за звуки? Это что же за адовые звуки у нас сейчас были? Так, мы выполнили жизненную цель. Первую часть жизненной цели. Достичь шестого уровня логики. Починить или улучшить предмет. Слушайте, а давайте, может быть, улучшим нашу ванную комнату? Значит, смотрите. Улучшить прочные краны системы самоочищения. Чистить. Ага, нет. Давайте прочные краны. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Ты не можешь подойти? Давай тогда холодильник улучшим. Эм... Улучшить. А нельзя тебя улучшить, да? Жалко. Я бы тебя улучшила. Хорошо, а тебя можно улучшить? Прочные краны. Так, все, проваливайте. Ну. Улучшать будем? Так. Прочные краны, давай. Даже интересно посмотреть, как это у нас будет выглядеть. Оно хоть вне... Ну, внешне оно, наверное, никак не изменится. Но, тем не менее... Так, крути, крути, давай, крути. Давай. Получилось, ребята. Получилось. Почините или улучши. А сколько нам нужно почините или улучшить? Ремонтируйте сломанные предметы или улучшайте их. Для улучшения предметов требуется повышение навыка. А, все сделали. Все, мы с вами красавчики. Только нам теперь нужно в туалет. И нам бы желательно пойти перекусить. Че ты там пойдешь приготовишь? Даже интересно, что она у нас сделает. Без нашего указания. Бон аппетит, уважаемые. Так. Помидорки я уже увидела. У нее тоже, по-моему, какая-то наркомания начинается. Жесть какая. Так. Ты хочешь в туалет, это и так понятно. Ты решила книжки почитать. Че ты у нас читаешь? Кризис в амбаре. Кризис в амбаре, ребятки. Так, Квина, так иди покушай, тебе на работу как бы скоро. Энрике. Энрике у нас, как всегда, играет в баскетбол. Так. Ну что ты там приготовил-то? Только, пожалуйста, съешь порцию чипсов. Так-с. Жуткий дискомфорт, тебе в туалет надо? А давай-ка бегом. Айрис. Ты понимаешь, что у тебя сейчас будут очень большие проблемы, если ты не пойдешь в туалет? Интересно, кто нашему вампиру может названивать? Ты иди в туалет. Бег. Ах, не работает. Ладно, давайте заменить. Заменить. И давай использовать. Бегом. Давай, Айрис, мы в тебя верим. Все, успели. Так, а вот теперь мне интересно, улучшить мы можем? Добавить превосходную систему. Добавить биде. И деталь лучше не обладает некоторыми... Ага, система сама... А, я думаю, уже опять сломано все. Нет, у нас не все сломано. Так, хорошо, друзья мои. Давайте тогда нам нужно продолжить... А давайте-ка, может, починим наш телевизор? Ну, они так паникуют из-за того, что у нас телевизор сломан. Так. Стойте, ребятки, я хочу сохраниться. Вы знаете, что у нас бывают иногда смертельные случаи, если мы чиним с вами электроприборы. Все? Ты починила? Обалдеть. Так, нам нужно с вами логику, да, подтягивать? Давайте посмотрим. Нам шестой уровень логики. Ну, давай поиграем с... Давай поиграем... А где Энрике? Я хочу с Энрике поиграть. Что ты делаешь? Ты что, с ума сошла? Разобрать на детали? Да, мы потом разберем. Так. Все, Энрике больше с нами играть не хочет. А куда он ушел? Ребят, что происходит? Это... Подождите, что это? Подождите, ребят, я как-то даже растерялась и на паузу нажала. Так. Его что, в космос забрали? Энрике? Энрике забрала летающая тарелка. Ребята, психа забрала летающую... То есть, у нас только... Энрике! Подождите, а он вернется? Он же не вернется беременным. Я просто не знаю, что в такой ситуации делать. Нам же придется ребенка оставить. Или его на органы забрали? Боже, люди, я начинаю паниковать. Вы видели? Слушай, иди спать, наверное. Давай. Бегом давай. Спать. Я смотрю, что двухместная кровать так неплохо. Так, ладно, давай сюда. А нет, он уже у нас ушел. Блин, ребята. НЛО прилетело. Подождите, а почему оно прилетело? Насколько я помню, НЛО прилетает, если... Ну, это я помню по предыдущим симам. Вам? Так. По предыдущим симам оно прилетало, если изучать долго в телескопе какие-то там эти самые... Долго смотреть в небо? Слушайте, его вернули. А почему он у нас... Это самое... Что с тобой не так? Так тебе же в туалет надо было, ну, сходи. Блин, друзья мои, я такого еще не видела. За психом прилетело НЛО. Может, вот потому что он псих этой нас и заинтересовал? Точнее, не нас, а инопланетян. Интересно, что с ним там делали? К сожалению, мы с вами посмотреть не смогли. Он решил к нам прийти попла... Ты же не смотришь. Да, пока не может. Но мы... В принципе, я планирую, что, может быть, нам с Энрикой стоит как-то там... Ну, на свидание мы, конечно, с ним ходить не будем. 98 Джон принес. Ну, спасибо, Джон. Так, ты чего злая какая-то? Рассерженная. Я смотрю, что у нас тут все какие-то злые, рассерженные, а ты еще и вонючка. Ты спишь, хорошо. Квина? Ты тоже спать собрался, да? Ну, прости, чувак, спать тебе будет просто негде. Ха, вот здесь можешь поспать. А чем... Что они тут... Джон Флик ввязывается в свою первую драку. Ребят, у нас опять драка. Опять была драка. Это мое. Это мой мусор. Джон пошел помыться из-за драки. Ох, какой кошмар. Какая жесть, друзья. У нас тут инопланетяне прилетели. И куча драк сегодня было. Да у нас прям какой-то экшен в психушке. Я понимаю, почему это сложный челлендж, но почему он так многим нравится. Опять ты ее укусил? Я смотрю, что ему очень нравится высасывать кровь из этой самой. Так, давайте посмотрим, что у него по показателям. Ноль. Но, к сожалению, у нас ноль. Я думала его прокачать как-нибудь. Хочется все-таки, чтобы наш вампир становился все круче и круче. Но, к сожалению, пока мы его это делать не можем. Так, слушай, а ты ж хоть на улицу-то не выходи. Надо, смотрите, у нас дверь осталась открытая, она такая осталась спать. Ой, господи, ребята. Какой кошмар у нас в психушке. А все говорят, хорошо, тут хорошо. Уютно, да тут неуютно. Тут у нас проблемы сплошные происходят. Нам нужно выспаться сейчас. Потом пойти принять душ. Перекусить. Наверное, сразу и в туалет после душа. Так, ты дрыхнешь. А ты что делаешь? А вы тут смотрите телик и общаетесь. Так, ну смотри. Айрис, тут пока свободно. Давай быстренько, может, в туалет. А потом, наверное, прими душ, настраивающую на тот самый. Вдохновись. Блин. Квина сейчас будет сидеть и ждать, пока мы помоемся. Все, Квина, обломчик. Так. Я вижу, что ты хочешь кушать. Тебе потом нужно в туалет. Так. Есть. И нам теперь нужно покушать, друзья мои. Нам нужно... Что, вы сломали опять? Чего на колени стало? Я, ребята, такого еще не видела. Так, давайте-ка посмотрим. Значит, может, приготовь... Приготовь нам что-нибудь вкусное. Что у нас тут есть? Чили. Ну, давайте чили скушаем. Чили с овощами есть. Я бы просто чили приготовила для вечеринки. Мы же с вами не очень жадные. Так. Квина. Квина, я тебе не мешаю. Ты можешь тут готовить, сколько тебе захочется. Наконец-то у нас получше стало настроение. Мы можем сейчас всех психов угостить. Так. Готовь, пожалуйста. Готовим. Это чили. Ты же сейчас их, наверное, вообще превратишься, я не знаю, в кого. В огнедышащих драконов. Так. Пригласить за стол. Только выставим мы, наверное, свою порцию одну. Люди! За стол подходите. Я вас накормлю. Вы со мной можете сесть, пообщаться здесь на диванчике. Так. Ну, общаться будете со мной? Сядьте со мной, поговорите. Пожалуйста. Блин, я-то рассчитывала, что я для вас всех приготовлю чили, и вы со мной поговорить сможете. Так. Вот давай с тобой я пообщаюсь. Похвалю твой наряд. Я могу с тобой посплетничать по поводу других наших психов. Так. Все, перекусила. Бросила тарелку, где сидела. Ммм, чувак. Я хочу с тобой поговорить. Душевно мы с тобой можем поразговаривать. Вообще, я бы хотела, чтобы ты со мной поиграл в шахматы. Подниму тебе настроение. Так, нам надо все это убрать. Оп. Оп. Я смотрю, что у нас такие отношения не самые плохие с Энрики. Интересно, я тебе могу поднять настроение? Пофлиртовать с тобой получится, интересно? Романтика. Похвалим внешний вид. Любишь, когда тебе комплименты делают? О, смотрите, ему понравилось. Еще давай тебя похвалим. Так. Обнять, а мы тебя сможем обнять, интересно? Вампир не приревнует? Не приревновала, смотрите. Признаться в симпатии. Знаешь, я твои все клипы прослушала. Мне не так нравится. Ой, ему не понравилось. Ай, как-то неловкая ситуация произошла у нас. Ладно, идем играть. Пошли играть и будем свою логику повышать. Достижения. Пришельцы среди нас. Джулетта обнаружила... Подождите, так это мы и так знаем, что они среди нас. Что? Он стал, что, пришельцем, что ли? Что с ним происходит, ребят? А что с ним происходит, ребятки? Это я надеюсь, он просто телевизор смотрит такой? Так, Эван у нас получил навык обаяния. Ты что, пошел с кем-то пообщаться там? А, ты пошел пообщался, пофлиртовал. Чудесненько. Ты у нас посудомойка ста. Посудомойкой стала красавица. Джулетта, ну давай мой посудку. Мой, мой, мой. А вот, Мила, ты не хочешь тут поубирать немножечко, как бы? Не нам же это все делать постоянно. Ребят, мне немножко стрёмно стало. Он как-то... Мне кажется, что он чуть больше стал в размерах. Прикиньте, если он реально стал пришельцем. Ага, ты вонючка. Ага. Она не хочет вообще отойти? Я так понимаю, что... Этот самый хотел Энрике руки помыть. Но ничего страшного. Потом помоем. Четвертый уровень. У нас уже четвертый уровень. А у нас еще что-то... А, достичь шестой. Ну. И создать предмет на столярном станке. Вот, друзья. Нам еще нужен с вами будет... Что у нас там происходило? Нам еще нужен столярный станок. Нам хоть нигде тут НЛО больше не прилетало. Тогда давайте-ка продавать наш Мольберт. Хотя, блин, я не хочу продавать Мольберт. Я даже не знаю, что продать. Ну, давайте, наверное, Мольберт продадим. Если что, будем туда-сюда тасовать. Хотя мы можем с вами что-то создать на столярном станке. И, в принципе, продавать вот эти вещи, эти предметы. Так, где наш столярный станок? Столярный, столярный, столярный. Станок для вырезания тыквенных голов. Он нам, понятно, сделал, что не подойдет. Так, сейчас будем с вами искать. Ты у нас столярный станок? Ты, столярный станок. Чудесно. Так. Значит, нам нужно... А может, ты пойди что-нибудь создай, а? Не хочешь? Что ты можешь? Создать скульптуру, создать мебель. Так, большой медведь. Хочу большого медведя создать. Кстати, если мы с вами что-то создаем на столярном станке, насколько я знаю, допустим, мы создали с вами там стул или стол, мы должны его в любом... Ну, столик-то, я думаю, мы можем оставить. Но стул мы должны удалить, потому что, как вы знаете, у нас должно быть 6 мест для сидения, 5 мест для спанья. Так, ты-то чего там делаешь? А, ты у нас все моешь. Ну, мой-мой. Тебе понравится мыть. Ты у нас общительный такой. А, Джон у нас какой-то уставший. Почему их всех манит прямо к вот этой... Ой, не Джон, это отлил. Так, временно резьбу по дереву было потрачено не зря. Проверьте багаж персонажа. Может быть... Так, давайте посмотрим. Ага, мы выполнили с вами два задания, и нам нужно дальше читать... Ой, логикой заниматься. Логика. Где наша логика? Нет, сиди... Ху-ху-ху-ху! Я смотрю, что он у нас кровь тут из всех пьет. Так, что у нас тут есть? Мы с вами, получается, создали скульптуру Большой Медведь. Давайте продадим. А можно же ее продать, я надеюсь? Так. О! Подождите, а мы не можем продавать? Создать копию? А мы, наверное, можем через вот это, да, продавать? Через режим строительства? Давайте проверим. Да, 30 миллионов здесь смогли получить. Чудесненько! Давай тогда садись дальше, изучай. Так, ребятки, я думаю, что нам пора с вами подводить итог этой серии. У нас она получилась очень такой насыщенной и необычной. Потому что, как вы видите, что дискомфорт-то? Ну, воняет, я понимаю, что воняет. Но нас не все хотят убирать. В общем, в этой серии у нас тут куча драк была. Вампир у нас из всех кровь пытался выпить. Остальные ребята у нас ссорились, ругались. Вообще, все были без настроения. Смотрите, какой почти чистый стакан. И самая главная новость была, нас украл... Ну, получается, не нас, а нашего, ну, типа возлюбленного. Потому что мы с ним как бы флиртуем. У нашего Энрике его похитил... Получается, похитил НЛО. Мы не знаем, что с ним там делали, что с ним там происходило. Но он вернулся к каким-то немного странным. С какими-то психами в голове. По-моему, стал еще большим психом. И мне даже очень интересно, что с ним будет происходить дальше. И что же эти психи... Ну, как оно отразится на его сумасшествии. И вообще, в принципе, на его поведении. Ну, а наша барышня продолжает изучать различные навыки. И она у нас... Э, чувак, это вообще-то мое место для работы. Блин. Наш столярный столик заняли. Значит, мы с вами прошли уже часть этого самого... Жизненной цели мозговитый чувак. Какой чувак? Чудак! Мозговитый чудак, чувак! И, в принципе, продолжаем дальше изучать навык логики, который нам необходим для прохождения второго этапа. Я надеюсь, что вам понравился этот ролик, друзья мои. Не забывайте ставить лайк, если хотите больше наших психов, больше психушки. Ну, и, конечно же, нажимайте на колокольчик возле подписки на канал, чтобы не пропустить ни одну новую серию, друзья мои. Ну, а пока что я с вами прощаюсь. Всем удачи и добра. До новых встреч. Пока-пока.